Дамы и господа, в прошлый момент пройдет посадку в Международном аэропорту Джонаса Джевела Кеннесс в городе Нью-Йорк. Все, ребята, утром. Ура! Нью-Йорк. Город, о котором, кажется, знают все на планете. Если кто-то вдруг упоминает словосочетание столицы мира, то первым в голове у любого человека наверняка всплывает имя этого мегаполиса. В общем, одним словом, Нью-Йорк очень спорный город, но при этом очень, я не знаю, как его описать, это крутой город. Его просто нужно посмотреть и как бы самому, что ли, осознать этот город, потому что когда я смотрел его на картинках всяких, на видео друзей, я по-другому воспринимал. Сейчас я здесь, я воспринимаю его совершенно по-другому. Сколько бы вы здесь ни жили, всегда найдется что-то новое. Этот город постоянно меняется. Каждый раз он предстоит обновленным и перестроенным. Кстати говоря, я оставлю локации всех тех мест, где я побывал, и мне они очень понравились. Особенно эти места оценят те, кто в теме инстаграма, инстаблогинга и так далее. Для вас эти места покажутся просто сказкой. Какое это мнение вообще о Нью-Йорке и что ты думаешь? Это совсем... Другой мир согласись? Да, да, это другой мир, серьезно. Здесь люди по-другому одеваются, по-другому дышат, по-другому ходят. Просто не описать, просто надо увидеть глазами и все. Вы знаете, я был прав, но с другой стороны мы вам покажем и другую сторону Нью-Йорка. Мы приехали сюда и забронировали место на Airbnb у одного итальянца какого-то, не знаю, он афроамериканского по-моему происхождения. Итальянец. Вот. И он тоже как бы снимает эту комнату и получается так, что он и сдает эту комнату. И сдает он эту комнату немножко в неблагополучном районе. Когда я посмотрел на карте, он находился в центре центрального парка, то есть в Манхэттене. Я думал, что это вау, это крутое место. Но потом, когда мы пришли, в принципе, все красиво, все круто, но это место оказалось местом, где живут одни мексиканцы и испанцы. Во-первых, запахи. Абсолютно какие-то непонятные запахи. Вы просто приходите туда и, ну, как это, как, я не знаю, пахнет. Это очень, ну, неприятно, в общем. И люди, люди ходят какие-то странные, да, непонятные. Очень странно, очень. Но, не менее, открыто я могу вот так вот с камеры ходить и показывать, а там такого, мне кажется, не получится, потому что в любой момент тебя могут гопнуть просто, я не знаю, там, убить, попить и так далее. Вот. Но если этот влог выйдет, то я жив, все нормально. Утро нового дня, день второй, будем покорять дальше Нью-Йорк, ну, как покорять, смотреть новые локации. Мы сняли, кстати, квартиру на AirBnB за две недели до того, как мы приехали в Нью-Йорк. Такая вот большая квартирка. Там вот за окнами, получается, такие небольшие дома, не знаю, под офис, что ли, сделаны. Типа, знаете, как в Человеке-пауке. Так. Это вот наша кухня. Там наша комната. Ну, там сейчас не убран немножко, я вам позже покажу. В первый раз мы в американском магазине. Честно говоря, глаза разбегаются на все абсолютно. Здесь столько всего вы просто не можете представить. Обычная кола здесь, допустим, по доллару стоит. Доллар. А Red Bull стоит доллар. Два доллара. Вот. Всякие какие-то конфетки, чипсы, непонятные какие-то продукты, которые первый раз вижу. В общем, очень круто, очень. Здесь можно также заказать еду. Сразу покушать. Вот здесь есть для вегетарианцев. Здесь мексиканская кухня, потому что район мексиканский. Вот. Ну, все очень свежее, все очень вкусное, все очень крутое вообще. Парень-то чипсы можно купить за два пакса. Такие вот огромные большие чипсы. И да, нам нужно взять, кстати, пару пачек. Одну хотя бы пачку попробовать. Эвен, интересно, почему Эвен стоит? Ребята, посмотрите, здесь много чего. Я даже не знаю, что взять. Просто глаза разбегаются. И все хочется попробовать. Абсолютно все. Вот так вот обычный день. Обычный день обычного Нью-Йоркца. Вышли с магазина. Первый день с утра идем по неблагополучным районам Нью-Йорка. К сожалению. Ну, так нам сказали. Но я все равно иду с камеры и снимаю вам влог, потому что, я думаю, это интересно. Здесь столько много фриков, честно говоря. Столько много людей, которые, ну, допустим, мой. Ну, блин, много таких вот людей непонятных. И с одной стороны страшно, с другой стороны ты понимаешь, что если их не трогать, то они, в принципе, себя тоже не тронут. Но вот я хожу сейчас с камерой, и я тебя, честно говоря, немножко, ну, не в безопасности чувствую. Не-не-не. Ладно, пошли отсюда, ничего страшного мне здесь. Такability, $. $. Is it, like, a big one? Big one, yes. Big one. Okay, I would like to have one slice pizza with bacon. celui flip with bacon? Yes. Okay. Oh, this is real big. Okay. There's a big slice. Okay, got it. Got it. One, okay, yeah. Okay, you wanted one slice pizza with bacon? Yes. Как дела? Каюсь? Т Làm, как они, как, спиache? Пепперони? Пепперони, да. Ну что, попробуем традиционную американскую пиццу. Я поделюсь с вами своими ощущениями. Мне кажется, она вкусная, очень вкусная. Нью-Йорк очень популярен пиццами, бургерами, поддогами и вообще фастфудной едой. Вот поэтому я с вами поделюсь обязательно своим ощущениям первым. Мы вот шли, и до нас докопался один мужик. Мы просто промолчали и прошли дальше. Если не обращать на них внимания, просто идти, они просто отстают от вас. Поэтому совет номер один. Если вы будете в Нью-Йорке, не смотрите ни на кого. Если с вами начинают разговаривать, просто уходите и, ну, не общайтесь. И дополнительный совет. Не надо смотреть всем в глаза как будто пристально, как будто что-то необычное. Надо просто ходить, как Паша сказал, уверенный в себе. Уверенный в себе, да. Как будто вы здесь живёте уже полгода. Вот это вот самое главное. Вот тебе скажут, даже не заверят. Молодец, Наш. Кола одна и та же. Не покупайте за 12 тысяч кол, чтобы попробовать американскую колу в Дагестане. Все одинаково. По-моему, это вот папирони. Это обычно икону. Что, как? Скорее, чем у нас в Узбекистане. На вкус так. Мне нравится. Да, блин, она большая, она больше мэмится. Паша доволен? Паша советует? Да, все. Да, вот такие прикольные карикатуры делают из Донали Трампа. Издеваясь на Трампу как хотят вообще просто, издеваясья как хотят. Здесь вот наши начинающие блогеры позади нас. Да, как ты делаешь, чувак? Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо, чувак. Серьезно? Папа мне трон! Хорошо, хорошо, до свидания. А еще хотел сказать по поводу того, как мы бронировали наши номера там, где мы остаемся. То есть, это небольшая комната, которую мы забронировали в Airbnb. Вот. Я, наверное, оставлю ссылку на владельца этой комнаты. Если вы будете в Нью-Йорке или в Манхэттене, обязательно бронируйте у него. Скажу сразу, район не такой благополучный, но вполне себе. Вот, и платите вы каких-то 40 долларов за ночь, что очень хорошо, потому что, учитывая то, что локация, она получается прямо в центре Нью-Йорка, в центре Манхэттена. Ну, это все, друзья. Наш влог подошел к концу. Я ни в коем случае не хочу прощаться с Нью-Йорком. Я говорю вам, до скорой встречи. И я надеюсь, что мы встретимся еще с Нью-Йорком много-много раз. Сейчас я сижу, кстати говоря, и монтирую это видео в другом штате, о котором я расскажу чуть позже. Также я расскажу вам все о получении визы, о том, как я ее получил и в целом о программе. Поэтому смотрите нас и подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok